Сегодня в Тагучинском районе прошел завершающий этап российско-китайских учений. Бойцы обеих стран продемонстрировали полученные умения команды унив войск Росгвардии и Народной вооруженной полиции Поднебесной. На церемонии закрытия побывала и наша съемочная группа. Дмитрий Антипов продолжит. На завершающем этапе учений задачу перед спецназовцами поставили сложную. По легенде, группа вооруженных террористов захватила железнодорожный вокзал. Бойцам необходимо штурмовать объект с нескольких направлений. Часть спецназа десантировала с вертолета на крышу здания, чтобы оттуда на тросах спуститься в окна. Другая группа с земли, вооружившись лестницами, поднялась на верхние этажи. Далее, по легенде, выжившие террористы попробовали сбежать в горы. Там, вдали от населенных пунктов, спецназ перешел к тяжелой артиллерии. Позиции условного противника обстреляли из гранатометов и пулеметов. Добавили огня прибывшие на поддержку боевые вертолеты. На этом задании спецназовцы продемонстрировали все, что умели. Многие из элементов не только сложны, но и опасны. Потому без нормальной координации между бойцами никуда. И за время учений бойцы обеих стран добились идеального взаимопонимания, несмотря на языковой барьер. Мы вот сейчас с нашим китайской коллегой, с нашим партнером разговаривали. Мы удовлетворены теми результатами, которые показали спецназовцы. Хочу сказать, как им и положено. Они показали свое мастерство, высокую выучку, профессионализм и, самое главное, боевую слаженность. Ребята вместе спали, отдыхали, кровати стояли рядом. Они преодолевали языковой барьер. За время учений бойцы китайской народной вооруженной полиции узнали, как готовят наш спецназ. В том числе познакомились с элементами экзамена на краповый берет. Мы стремимся к дальнейшему развитию сверхсотрудничества между Федеральной службой войск Национальной гвардии и Народной вооруженной полиции Китая. В плане взаимодействия между подразделениями, а также других сфер, которые только могут существовать между нашими ведомствами. По итогам учений, как российские, так и китайские спецназовцы, которые особо отличились, получили награды от главнокомандующего Росгвардии. А уже в понедельник все отправятся по домам, нести службу, вооружившись новыми знаниями. Дмитрий Антипов, Алексей Погодин. Новости ОТС.